Сегодня мы познакомимся с новой моделью от компании MOSFIT – часами Stratos. С ними компания намерена конкурировать с серьезными игроками на рынке спортивных часов. Для этого был доработан дизайн, корпус и софт, благодаря чему новинка теперь поддерживает плавание и триатлон. При этом была сохранена относительно невысокая стоимость и неплохая автономность. Но это в теории, а как обстоят дела на практике, я расскажу далее. В небольшой стильной упаковке поставляются часы, инструкция и кредл для зарядки. По сравнению с предыдущей моделью спортивных часов Pace, в Stratos изменилось все – размеры, форма и цветовое решение. Это определенно пошло часам на пользу. Если первая версия часов выглядела неоднозначно, хотя на мой взгляд стильно, то Stratos – это шаг к классическим часам. Дисплей теперь прикрыт не плоским, а выпуклым закаленным стеклом Corning Gorilla Glass, а безель выполнен из полированной керамики. За почти две недели использования ни на стекле, ни на керамическом покрытии, так и не появилось царапин. Сам корпус выполнен из пластика. На днище оптический пульсометр и четыре контакта для подключения зарядного устройства. Кстати, теперь корпус защищен не только от влаги, но и предназначен для погружения на глубину до 50 метров. Часы стали больше и немного тяжелее, теперь их вес 70 грамм, но на руке они все равно почти не ощущаются. А вот увеличенные размеры заметны больше и могут подойти не всем. Особенно из-за кнопок, которые при близком расположении часов на запястье могут упираться в кисть. Силиконовый ремешок удобен, мягок и не натирает кожу. Ширина его 22 мм и он легко заменяется на любой другой. Как видите, теперь здесь есть кнопки для управления помимо сенсорного экрана. При плавании кнопки очень пригодятся, да и в принципе ими оказалось удобнее пользоваться в повседневной жизни, чем только сенсорным экраном. Меню организовано так, что прибегать к использованию сенсорного экрана нужно будет крайне редко. К управлению кнопками привыкаешь быстро, особенно во время пробежек, когда нужно быстро пролистать экраны с показателями. Дисплей это, наверное, единственное, что не претерпело изменений по сравнению с моделью Pace. В Stratos установлена трансрефлективная матрица с диагональю 1,34 дюйма. Дисплей включен постоянно и отлично виден при любых условиях, особенно в яркий солнечный день. Это то, что нужно для спортивных часов. При включении подсветки сразу бросается в глаза невысокая контрастность и цветопередача, но таковы особенности этого экрана. Сама подсветка может автоматически подстраиваться под уровень освещения. Есть также 5 градаций яркости и возможность выключения подсветки. А для любителей настраивать интерфейсы есть на выбор два десятка разнообразных циферблатов, а также возможность загружать свои, созданные в сторонних приложениях. Набор датчиков, которыми оснащены часы Stratos, стандартный для продуктов этого класса. GPS, оптический пульсометр, акселерометр и барометр. Внутри часов двухъядерный процессор с частотой 1,2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной. Пользователю доступно примерно 2,5 ГБ для хранения своей музыки. Для соединения используются Bluetooth 4.0 и Wi-Fi. Также появилась возможность подключать сторонние пульсометры, поддерживающие Bluetooth. Теперь о спортивных возможностях часов. К бегу, ходьбе и велосипеду, которые были в Pace, теперь добавлена поддержка плавания, футбола, тенниса и триатлона. Плавание поддерживается как в бассейне, так и в открытой воде. Во время плавания сенсорная панель дисплея отключается и навигация по меню осуществляется только с помощью кнопок. Для всех видов спорта, кроме плавания, вы можете задать верхнюю зону пульса и включить уведомления при ее достижении. А вот настроек для триатлона, кроме пульса, почти нет. И в этом плане MOSFIT пока далеко до более опытных в этом сегменте конкурентов. А вот в чем Stratos хороши, так это в беге. Экран с показателями был переработан по сравнению Space и теперь вы можете выбрать не только 4 или 6 ячеек с текущими цифрами, но и включить отдельный экран, на котором будет отображаться только пульс и зона. Это очень удобно для тех, кому важен в первую очередь пульс, а остальные показатели второстепенные. При разработке программного обеспечения для спорта, MOSFIT сотрудничала с компанией FirstBit, которая также занимается спортивной аналитикой для Garmin и Suunto, а также других производителей по части отслеживания показателей максимального потребления кислорода и тренировочной нагрузки. Благодаря этому часы могут отслеживать эти показатели, а также могут подсказывать ориентировочное время восстановления и на основе этих цифр давать рекомендации по дистанции и времени следующей пробежки. А MOSFIT Stratos это еще и функциональный фитнес-трекер на каждый день, который умеет отслеживать количество пройденных шагов, частоту сердцебедения на протяжении всего дня и качество вашего сна. К отслеживанию шагов или пульса претензий не возникло, а вот к отслеживанию сна вопросы были, особенно к его чувствительности, да и умный будильник по-прежнему отсутствует. Вся физическая активность собирается в приложении MOSFIT Watch, а пробежки, катания на велосипеде и плавании можно синхронизировать с сервисом Strava. Часы также умеют выводить уведомления о входящих звонках, сообщениях и календарях. Полный перечень приложений, из которых будут получены сообщения, можно настроить в приложении MOSFIT Watch. Само приложение функциональное и информативное, но интерфейс не очень интуитивный. Из дополнительных функций есть прогноз погоды и, как уже было упомянуто, прослушивание музыки при подключенной Bluetooth гарнитуре, а также управление воспроизведением музыки на смартфоне. Что касается автономности, то производителям заявлено 5 дней при постоянном использовании и 11 дней в режиме смарт-часов. У меня при трех беговых тренировках с GPS в большом количестве уведомлений и постоянно включенном пульсометре часы разрядились за 4 дня. Это относительно неплохо, но результат все равно не выдающийся, как у MOSFIT BEEP, к примеру. Также стоит учитывать, что использование GPS и одновременное прослушивание музыки по Bluetooth садит аккумулятор примерно за 4 часа. Разумеется, такие показатели лучше, чем у некоторых значительно более дорогих моделей смарт-часов, но с таким дисплеем автономность могла бы быть и выше. Полностью часы заряжаются за полтора часа. Итак, давайте подведем итоги. MOSFIT Stratos – это функциональный фитнес-трекер и спортивные часы с привлекательным ценником относительно моделей других производителей с аналогичной функциональностью. По сравнению с Pace – это заметный шаг вперед в спорте и дизайне. Не стоит воспринимать Stratos как полноценного помощника для занятий триатлоном, скорее это просто хорошие часы для бега, если рассматривать их именно с точки зрения спорта. Бегуны в данном случае будут довольны, но автономность при прослушивании музыки расстраивает. В принципе, довольны будут все, кому нужен фитнес-трекер, обычные и спортивные часы с пульсометром на каждый день. Но кому не нужны столь широкие спортивные функции, могут посмотреть на модель Pace или даже MOSFIT BEEP, если вам не нужно прослушивание музыки. Уиход с телескоп 플� conviction на representative передаст. И съемствуешь только прогноз", но и столь вылет NZ Ведухи, Редактор субтитров А.Семкин cinema субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok